Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская Слободка, 42. Клинский район нуждается в квалифицированных медиках. Самые горячие вакансии для врачей скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Работа в одной из ведущих больниц области, социальная ипотека и служебное жилье – серьезный стимул для переезда в Клинский район. Подробнее о том, кого ждут в Клинском здравоохранении и на каких условиях – в репортаже. В палатах хирургического отделения всегда под завязку. Операции поставлены на поток. Простые, сложные, высокотехнологичные. Пациенты не только из Клина, почти со всего северо-запада Подмосковья. Статус областного медучреждения к этому обязывает. С 2016 года наше отделение стало окружным отделением по медицинскому округу номер 7 Московской области. В связи с этим мы оказываем помощь жителям не только города Клина, но и города Солнечногорска, Волоколамска, Шаховской и Латышино. Потребность в кадрах, соответственно, в связи с этим увеличивается. Клинские поликлиники и больницы нуждаются в так называемых узких специалистах – лор-врачи, анестезиологи и реаниматологи, а также квалифицированных медсестрах для тяжелых отделений. Но особый дефицит – в фельдшерах, скорой помощи и терапевтах. Сейчас Минздрав разработал цифру по привлечению кадров, которые нужны и необходимы. По Клинскому району это 57 человек. У нас в этом году пришло 17 человек. Екатерина Старикова – одна из молодых специалистов. На работу в Клинскую больницу ее взяли сразу после колледжа. Она – резерв и потенциал нашей КГБ. Получив профессию медсестры, я также пошла учиться на врача. Надеюсь, что в нашем Клинском районе откроют такую специальность реабилитации. И буду здесь работать. Район готов стать привлекательным для квалифицированных медиков. Во-первых, предоставить работу в соответствии с современными медтехнологиями. Специалисты онкологического отделения Высоковски уже оценили возможности нового корпуса и медоборудования. Год назад почти одновременно сюда пришли три врача. Я здесь родился, я здесь живу, здесь живут все мои родственники. Хотелось помочь больнице. Но самое главное – район и область совместно оказывают существенную поддержку в решении жилищного вопроса. Служебное жилье и социальная ипотека – самые популярные варианты. Заявки на получение льготного займа уже подали 8 медработников. Доктор платит только проценты, а тело кредита погашает государство. Поэтому для первичного звена сняты все критерии. То есть неважно, есть у тебя категория, нет у тебя категории, ты можешь участвовать в этой социальной ипотеке. Вопрос зарплаты всегда актуален, особенно для молодых специалистов. С 1 сентября медицинским работникам, как и всем бюджетникам области, поднимут заработную плату. Согласно информации Министерства экономики, надбавка врачам и медсестрам будет доходить до 30%. Олеся Торбенко, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.